Евгений Сатановский в телеграм-канале. Заметка 528. Фурсенко, Фрумина, Катюкова, Кравцова и Ливанова сотоварищи. Интересен даже не тем, что произойдет, когда эти миллионы пойдут топтать ногами и рвать на куски барственных доидиатизма ораторов, не только готовящих этим миллионам крышку гроба и предупреждающих об этом, но и делающих это публично. То есть, светя мордами лезть на всю Ивановскую. Наверное, чтобы в грядущую революцию, которую эти великовозрастные недоросли пестуют, они уж точно не смогли скрыться. Ненависть к ним велика, когда их будут глушить, не скажем, воздержавшись от прогнозов, но есть сомнения, что могут скрыться. Интересно, зачем они столь болтливы? Или там нет никаких сил скрыть злодейство будущего и есть извращенное удовольствие пугать будущих жертв? Кошка зачем играет с мышью? Поиздеваться? Злой мальчик зачем лягушек мучает? Садист котят и щенков, убийца жертву, наслаждается? Может и так, а может он и сам боится да икоты от того топорщица плюется и шипит на весь свет от своего угла. Он же на виду и дела его на виду, так что козлом отпущение ему и таким, как он, работать. А может он просто свой товар рекламирует? Как камневая жеру и положено. Оставить высокотехнологичное для армии исследование глубины космоса, не трогая широкие массы и не куроча страну, он не может. Жандин глуп, не понимает, что будет, если преуспеет. Ему рынков надо для всей той хрени, которую он сам, он там у себя готовится придумать. Широких, желательно широчайших. Иначе его косые кривые разработки, сделанные под вырванные из бюджета деньги, его по миру пустят. Вот он их и рекламирует. Дескать, никуда, все равно не денетесь, граждане. Это вот мое или моего друга-партнера, представителя моего социального слоя, начальника, нужно подчеркнуть, которое вам сто лет было не нужно, вам все равно впарят. Так что готовьте кошельки и радуйтесь, радуйтесь. Я не хрень вам впариваю, как назойливый коми-ваяжер, я несу прогресс. А кто у меня этот усовершенный электронный с искусственным интеллектом ершик для унитаза не копит, тот лох и летроград. И вымрет вместе с другими миллионами лохов. Они мне лично не нужны. И нам, коллективу смышленых, который всем в стране управляет, не нужны. Так что, мы их спешим в утиль, отменим и заменим кнопкой одной, нажмем ее и все само собой сделается. Ну или как-то так. И это даже не про Грефа Кудрина или Силуанова с их прогнозами. И не про Чубайса. Это про их эпоху, в которой мы живем, пока вместе с ними. А там как получится. Поскольку, если жить на Марсе или нет, это науке неизвестно. Но что в стране ее с таким к ней и ее населению подходом ее не будет, да и страны не будет, это точно. Буйство фантазии, невоздержанность на язык, презрение к людям и непонимание того, насколько ты и твоя гопа осточертели, подводят под топор немезида не просто одного прогнозирующего, но всю гильдию. Но он этого не видит и поет, поет, впаривает, впаривает, пугает, пугает, жужжит над духом, жужжит, аж заливается. Прихлопнут, удивится дурашка, но замолчать не может. И все они не могут. Самоубийцы футурологи хреновы. Евгений Сатановский в телеграм канале.